Добрый день, дорогие друзья! С вами Криптофатеев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют. Одна новость за последние 24 часа. И прогноз биткоина. Ну и также разберем анонсы события криптовалют. И уже потом подведем итоги, что у нас произошло за неделю. Это будет вечером, поэтому заходите на видосик. И, кстати, еще хочу напомнить, что в сентябре у нас будет рок-зыгрыш. Я буду разыгрывать криптовалюты в прямом эфире. Ну, так называемый конкурс. И, соответственно, это новый конкурс, где я уже буду на протяжении конца сентября, начала октября, разыгрывать криптовалюты среди подписчиков. Поэтому, если не подписаны, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить. Что касается криптовалютного рынка, у нас сейчас, опять-таки, ситуация движется к тому, что альты откатываются. После хорошего роста идет, ну, я не скажу, что идет хороший откат. Откат, кстати, идет терпимый. В то время, как, например, такие криптовалюты, которые давали хороший рост Anthology, ну, еще держат позицию 2 доллара. Далее, они X2, 100% рост. Я хочу заметить для тех, кто не понимает. Такие есть в моих комментариях. Что 100% рост это X2. Поэтому, прошу не путать. Что касается других криптовалют Qtom, я считаю, что можно будет уже потом рассчитывать на то, что криптовалюта даст X. Я считаю, что она, значит, сейчас находится на полном дне, потому что, если вы будете следить за тем, как происходил ее выпуск, как она набирала капитализацию, то ее цена была вот даже больше на момент выхода 5 долларов, нежели сейчас. Это тоже нужно учитывать. Также я буду в дальнейшем ставить дисклеймер, чтобы люди, как бы, включали такое критическое мышление, которое, к сожалению, зрители, возможно, какие-то непонятно какие, попадают на мой канал. И понимали такую простую вещь, что вы, значит, своими деньгами распоряжаетесь сами. Это, во-первых. Во-вторых, если я рекомендую криптовалюты, то нужно учитывать нисходящее движение рынка, что происходит на рынке и искать уровни входа самому, а не лить бочку на кого-то. Потому что это распространенная проблема людей, я так понимаю, новичков, которые не зарабатывают, к сожалению, на рынке. Что касается других криптовалют, у нас психологические отметки пробиты. Это эфириум ниже 300 долларов, лайткоин ниже 60 долларов. Это говорит либо о временном откате, либо говорит о том, что все-таки мы вернемся по капитализации на 190 миллиардов долларов. И, соответственно, продолжим падение. Такое имеет тоже место быть, такое событие. Поэтому нужно это учитывать. Что касается последних новостей, то компания Bitmain инвестировала в блокчейн-сервис хранения данных Lambda и хранение интересного направления развития блокчейн-инфраструктуры и технологическое ведение Lambda. Реалистичная дорожная карта и достигнутый к настоящему времени прогресс является на сегодняшний день ключевым факторами для нас. Ну и что касается BTC, давайте разберемся графики. У нас сейчас показывают то, что на трехчасовике мы можем опуститься. У нас, значит, у биткоина психологическая отметка, когда люди начнут продавать, это ниже 6250, грубо говоря. И если мы идем выше, то тут нам важен, пробив уровень 6600, последующее закрепление и открытая дорога у нас будет на 7000 долларов. Это вполне возможно. Если же биткоин в данном случае не падает на дневном таймфрейме, не показывает падение ниже 5800, то у нас есть шанс достигнуть 9000. И это я уже говорил ранее, отмечал в своих видеороликах, что это, в принципе, достижимый уровень в том случае, если биткоин не идет у нас ниже. Что касается LTC, у нас, значит, сейчас ситуация тут тяжелая. Дневной диапазон, конечно, сузился. Уже у нас 56-57 долларов. Мы разбираем все к доллару. И, соответственно, сейчас нужно учитывать то, что пока что попридержать коней, кто хочет инвестировать в криптовалюты и, соответственно, потом уже это делать. Что касается Ethereum Classic, тут у нас, значит, живая монета, хочу сказать. То, что это монета, которая давала проценты, которую можно было холдить на нижних уровнях и непосредственно получать с нее профит. И сейчас мы видим, что на дневном таймфрейме, в связи с тем, что у монеты сейчас нет таковых событий, весь рынок у нас в даунтренде. Но когда, кстати, рынок падал, то монета росла. И сейчас, так как нету событий, я считаю, что события будет. Это Bittrex, Ethereum Classic USD листинг к доллару. И, соответственно, в связи с этим монета может подскочить в цене. Можете это учесть. Но монеты, которые были у нас недавно, 15 августа, это почти 12 долларов. И, соответственно, сейчас монета стоит 13 долларов. Можете это учесть. Я считаю, что Ethereum Classic очень хороший проект, который выстрелит. Что касается максимальных значений, это 42 доллара. Что касается последних значений, тоже люди какие-то путают. Я не знаю, честно говоря, залетные люди, которые заходят на мой канал. Последние значения максимальные, это 25 долларов за май месяц, когда достигала эта монета. Тоже нужно слушать и нужно внимательно слушать то, что говорится в видеоролике. Потому что я не знаю просто, откуда люди, может, с луны свалились. Потому что, судя по всему, не знают, что такое CoinMarketCal и не знают о существовании такого сайта. Это весьма трагично. Потому что такие люди, наверное, все-таки заходили на хаях и потеряли деньги. Потому что, если ты даже не знаешь такие сайты, о чем тут можно вообще говорить? О чем можно говорить, когда даже не знаешь, когда события у какой монеты? Ну, не о чем говорить, к сожалению. Что касается Anthology, у нас будет Майонет, кстати, Ланч Токио. Почему-то проголосовало очень мало людей за это событие. Биткоин, Голд. Ну, в общем, тут у нас будут такие незначительные какие-то события. Встречи, конференции, блокчейн-челлендж у Нео будет. Ну, я так понимаю, что это все конференции, встречи. И, соответственно, вьетнамская встреча у нас, в общем, будет у Cardano. И, соответственно, мы видим, что, к сожалению, на данный момент нет никаких событий, которые бы могли поспособствовать тому, чтобы купить тот или иной криптовалютный актив. Но, кстати, 29 августа у Лиска будет Core 1 и 0 Mainnet. Хотя он, вроде как, был анонсирован еще недавно. И у нас будет Tron Mainnet Launch. Считаю, что Tron перспективная монета, потому как купили BitTorrent. Это уже очень хороший, огромный шаг к тому, чтобы изменить, так скажем, историю, да, можно сказать так, потому что Tron действительно очень перспективный проект и значится он тем, что хочет создать децентрализованный интернет. Ну, и у Ethereum Classic будет JIT, подборка какая-то, Sputnik VM. Нужно будет ознакомиться, что это именно такое, да. И, соответственно, новый Ethereum Classic у криптовалютного актива, чтобы разобрать его в качестве шорта, да, как-то сделать на нем прибыль, проценты, его можно разбирать сейчас. Что касается Ethereum, мы видим, что ниже психологической отметки он находится, 300 долларов. Это, конечно же, печально. Это нам все-таки дает открытые двери на то, что Ethereum может упасть до 250 долларов, в то время как минимальное значение в последнее время было 278 долларов. И, соответственно, это означает, что, к сожалению, к сожалению, из даунтренда криптовалюты много. Криптовалюты еще не выходят. Некоторые могут послужить хорошим спекулятивным инструментом, дать X2, дать 100% прибыль. Но это, опять-таки, риски. Но мы видим, что у Ethereum, к сожалению, сейчас все плохо. Особенно с новостями, когда говорят, что Ethereum просядет до 100 долларов. Это говорит не обычный какой-нибудь обыватель из дивана, а это говорит, значит, Артур Хейс, глава BitMEX, да. И в соответствии с этим, конечно же, либо все-таки давят крипту намеренно, чтобы скупить, либо, говорят так, перед ростом, да. Тут что-то одно. Ну, рост, к сожалению, у нас, может быть, Ethereum, конечно, в будущем. Даже если вы сейчас купите, тут нужно давать себе отчет, что это долгосрочная сделка. Тут надо в долгосрок заходить, потому что с мая месяца говорить и кормить людей, даже не с какого мая, но даже, да, 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 с мая месяца говорить людей о том, что, ну, Ethereum даст иксы, что это, там, криптовалюта, которая сейчас вам даст огромную прибыль, вы станете богатым. Это большая глупость, поэтому здесь люди неопытные закупились и сейчас потерпели огромное падение. А умные люди сейчас будут вот здесь закупаться. В частности, я тоже буду принимать решение, чтобы докупать Ethereum. Криптовалюта годная, стоящая, за счет ICO, которые будут осенью, она однозначно выстрелит. Я считаю, что в одном месяце, которые будут, это сентябрь, октябрь, ноябрь, в сентябре могут еще провалить рынок, когда отложат ETF и, соответственно, в октябре или в ноябре уже рынок восстановится. То есть, это вполне возможно. Ну, восстановится на 500 миллиардов долларов, я считаю, рынок будет уже тянуть, но там посмотрим. Ну и также не нужно забывать про EOS. Я считаю, что проект очень хороший, как, ну, не то, что достойная замена Ethereum, что тут отличительная особенность, это то, что транзакции быстрые, да, у EOS. И, соответственно, приложение можно разрабатывать. Ну, посмотрим, насколько EOS себя потом уже зарекомендует. Но я считаю, что лучше все-таки либо начать закупаться лесенкой, либо все-таки как-то начинать обращать внимание на те криптовалюты, которые вам интересны, нежели потом уже испытывать чувство упущенной прибыли, да. Вот, но, тем не менее, конечно, нужно еще и наперед застрять свое внимание. То, что некоторые криптовалюты, которые здесь есть сейчас, они, ну, может, через год тут топы очень сильно поменяются. Почему? Потому что есть и была такая криптовалюта Bitcoin Privat. Bitcoin Privat. Она очень сильно улетела. Bitcoin Privat. Тут я ее не вижу. Bitcoin Privat, как криптовалюта, очень сильно улетела. Соответственно, она была по капитализации вот недавно на 40-м месте. И сейчас она улетела. И меня что-то люди спрашивали по поводу Bitcoin Privat. Я говорю, что, ну, не внушая доверия, это спекулятивный какой-то инструмент. Сейчас она на 76-м уровне, месте, да. И мы видим, что, ну, монета пампилась там, да. Было, значит, в тренде у нас в апреле месяце. А сейчас все, монета, ну, грубо говоря, идет непонятно куда. Да, и как Bitcoin Gold, неизвестно, что с ней будет. Поэтому тоже нужно учитывать. Я считаю, что Bitcoin Privat это стрёмный проект. Это такой же проект, как Z-Classic, который в свое время отдал иксы людям. Можно также говорить о монете Anthology. Почему? Потому что у Anthology у нас идет 85% непонятно кому. То есть, да, некоторые люди придержатся того, что это, типа, не намайненные монеты. Но я считаю, что это в большинстве случаев монеты, которые, значит, имеют два человека. А именно могут быть разработчики или еще какие-то люди, да, которые там вложились очень хорошо в этот проект. И, соответственно, могут манипулировать этой криптовалютой, как хотят. С точки зрения того, чтобы, типа, заходить сюда, чтобы, типа, получать долгосроки прибыль, это очень стрёмный проект. А с точки зрения краткосрока, какой-то прибыли, это очень неплохой проект. Вот почему я его на август и рекомендовал. Потому что уже в следующий раз я его не порекомендую. То есть, я смогу обратить ваше внимание, чтобы вы инвестировали тогда, когда монета стоила свои low-значения, когда она выходила. Это 1 доллар. Но говорить о том, что нужно прямо сейчас, нет. Это негодный проект. Если вы хотите инвестировать именно в проект, это Binance Coin, который так или иначе будет жить. Потому что Binance биржа, она развивается. Кстати, реферальная ссылочка в описании. И, соответственно, я считаю, что будет жить такой проект, такая монета Digibyte, которая будет добавлена в будущем на Binance. Будет происходить такое же событие, как с ByteCoin, где я говорил и предсказал то, что ByteCoin, когда добавят на Binance, она повысится в цене. Что, собственно, и произошло и дало, собственно, мне иксы. И, в соответствии с этим, можно говорить и про Digibyte. Я считаю, что проект годный, достойный, монета живая. И она доступна на многих биржах. Тут не 2, не 3 биржи. Тут много бирж, много пар. Поэтому проект тоже очень хороший. Думаю, что он будет в топе на сентябре месяц. Но еще у нас будет топ на осень месяц. Ну, а с вами был Криптофотеев. Не забывайте про то, что в конце сентября, в начале октября будет розыгрыш именно среди подписчиков, где в случае выигрыша я буду заходить на канал, проверять подписки, подписаны вы ли на меня или нет. И в случае, если да, то вы забираете призы. Это будут альткоины. Если нет, ну, к сожалению, нужно будет открывать подписки, смотреть, будет ли у меня на это время. Нет, поэтому, если у вас на канале не настроена функция для того, чтобы смотреть подписки, то настраивайте. И, значит, в сентябре-конце, начало октября полетим раздавать альткоины. У вас с вами был Криптофотеев. Всем удачи и всем пока.